Вошли в двадцатку лучших. Народный театр Инжич стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров, который прошел в Москве. На предварительном этапе они стали номинантами уже в списке самых лучших и участвовали в галоконцерте на сцене Московского академического театра «Русская песня». Фатима Даурова успехи маленького провинциально, но уже большого театра. Все начинается здесь. Мысль, слово, идея и ее воплощение. Сидя в крошечной комнате за кулисей, актеры Народного театра Инжич разработали очередной сценарий, записали выступление на камеру и отправили видео на участие в конкурсе Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов, который проходил в рамках нацпроекта «Культура». Отправили и забыли. На время. Пока они не получили письмо с уведомлением о том, что вошли в двадцатку самых лучших любительских театров со всей России. Встретили нас очень радушно. Было очень приятно и интересно. Столичная жизнь. Вообще-то все так неожиданно. Мы приезжаем и выступаем в лучшем концертном зале города Москвы. Конечно, волнение, конечно, переживания. Но все это было преодолено. И выступили ровно, спокойно, как полагается. И что удивительно, нас встретили на бис. Стоя хлопали, аплодировали люди. Потому что это было очень эмоционально на высоком уровне. Военно-поэтический блок, который представил коллектив Инжича, вызвал восторг зрителей. Стихи были прочитаны настолько проникновенно, что зал взорвался аплодисментами. А выступление Зуриды Койчевой потрясло каждого зрителя до глубины души. Наш успех заключается в том, что именно вот эта Зурида, она прочитала эти стихи с такой искренностью, с таким душевным настроем, материнским чувством, женственностью. Как вот действительно, что весь зал плакал. Там после концерта все нас останавливали. Мы говорили, вы Инжич, спрашивали, да, вы Инжич. Мы говорим, да, вот спасибо вам, спасибо, вот такие благодарности. Это самая эмоциональная часть вот этого концерта была, как я понял. Люди очень были довольны, зрители. Ну а сзади еле поспевая, семенила старенькая мать, а пощаде немца умоляла. Найн, твердил он важно, расстреляйте. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте. Ну уже вы, оставьте сыновей. На гала-концерте коллективы исполнили свои лучшие произведения, а также совместные композиции, которые были подготовлены специально для этого проекта. Фрагменты драматических балетных спектаклей, сводные духовые, акробатические цирковые номера. Фатима Даурова, Заур Лиев, Алий Бастанов, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия.